Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Евгений, мы с вами находимся у Нью-Йоркской фондовой биржи. Самое место поговорить о глобальной экономике. Сейчас о грядущей мировой рецессии не говорит разве что только ленивой. Все индикаторы не самым лучшим образом показывают состояние мировой экономики. Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по мировой экономике. 30-летние трежерис американские на минимальных значениях с 2011 года. По вашим ощущениям, действительно ли надвигается глобальный масштабный мировой экономический кризис? Чувствую, время пришло. Цикл для рецессии подходит. Думаю, что в данном случае деривативами, то есть самыми рисковыми инструментами, как было в предыдущем кризисе, выступят кассовые разрывы у финтех-компаний, потому что время смузи бизнесменов или смузи стартаперов привело к тому, что компании могут быть убыточными по 5-7 лет. А деньги для закрытия своих кассовых разрывов, они, соответственно, привлекают от инвесторов. Поэтому в этом смысле экономика, конечно, перегрета. И все финансовые банкиры, уже не аналитики, а финансовые банкиры, рассматривают сценарий инвестирования в следующем году очень осторожно. То есть все ждут и уверены, что кризис наступит. Вопрос только времени, когда это произойдет. Вот, это самый главный вопрос. Когда это произойдет? Когда, по вашим ощущениям, когда это может произойти? Предполагаю, что мы первые симптомы ощутим в конце следующего года. В конце 20-го? Да. В этом смысле пессимистам всегда быть легче, чем оптимистам, потому что пессимист очень часто или всегда оказывается право. Вопрос только, когда реализуются его прогнозы. В среднесрочной перспективе или в короткой перспективе? Так это самый главный вопрос. Когда? И что за симптомы? Давайте зафиксируем мой прогноз. Первые симптомы ощутимые будут в конце следующего года. Вы, кстати, обратите внимание, как ведет себя ФРС американская. Снижает ставку. Снижает ставку. То есть происходит это только в двух случаях. Либо с экономикой все здорово и отлично, либо ожидают удара по экономике, и, соответственно, удешевляют кредитные ресурсы. Слушайте, ну пока с экономикой все неплохо, с американской экономикой. Но, тем не менее, видимо, какие-то сигналы есть. Контроверсивные сообщения у американской экономики. Мы смотрим на недвижимость, один прогноз. Мы смотрим на индекс потребления, другой прогноз. Мы смотрим на очень важный индекс потребительских настроений, что люди планируют покупать в ближайшее время. Третий прогноз. То есть сейчас однозначно консолидировано отчета, который бы указывал на то, что кризис начнется завтра, нет. Но есть легкий шорох по этому поводу. Но то, что ФРС ставки снижает, вы считаете, что это как раз сигнал к тому, что готовятся к мировой рецессии, что его ждут? Предполагаю, что это такая шахматная игра, и результат этого снижения мы увидим приблизительно через 3 года. Про сигналы. Что послужит сигналом? Первые звоночки. На что обращать внимание в первую очередь? Я думаю, что индекс потребительских настроений очень серьезно понизится. Я думаю, что цена на недвижимость притормозится очень серьезно, и в некоторых местах начнет падать. Я думаю, что процент невозвращенных кредитов резко увеличится. Это очевидно. В общем-то, все, что происходило в предыдущий кризис, повторится сейчас только в более гипертрофированных объемах. И еще раз повторюсь, если в прошлый раз основной риск экономики был деривативы, то есть это многократно перезаложены долги банковских клиентов, то в этот раз это будут кассовые разрывы у огромных стартапов, которые стоят много миллиардов долларов. Посмотрите, например, Uber. Классная модель, все отлично, все хорошо, но компания генерит многомиллиардные убытки, но тем не менее стоит достаточно серьезных денег в открытом доступе. То есть каждый может купить ее акции. И мне кажется, что нельзя быть прибыльным только в Калифорнии, как Uber, а в остальных местах, где бы они не работали, не убыточны, но тем не менее стоят огромные миллиарды долларов. То есть ожидания инвесторов, которые не заканчиваются операционной прибыли, рано или поздно приводят к кризису. А как вы считаете, вот эти сигналы, о которых вы говорите, это произойдет резко достаточно или это все будет постепенно нарастать? Вопрос... Вопрос в том, что Америка – это мировой драйвер экономики. И, как вы знаете, тут грядут выборы. Значит, соответственно, мы будем смотреть. Если это будет перед выборами, то тем, кто собирается остаться у власти, наверняка влияние рецессии будет невыгодно. Будут максимально, наверное, переносить. Если пройдут выборы, то наверняка останавливать не будут. И ситуация будет развиваться абсолютно рыночными способами и методами. Поэтому я как бизнесмен же могу давать некие советы, исходя из того, как бы действовал я сам. У меня очень спокойные прогнозы в этом плане на кредитование, на инвестиции и на то, что бизнес-процессы в моем бизнесе должны быть оптимизированы максимально. Я хочу встретить кризис максимальной боевой готовности. Кто-кто придет к власти в Америке? Это же тоже очень важно. Это тоже окажет большое влияние на фондовый рынок. Вот здесь какие у вас прогнозы? Дело бизнеса заниматься маржой, прибылью и стратегиями. Считаю, что бизнесмены должны работать с теми, кто придет к власти, а не участвовать в их избрании. Вот у меня такая позиция. Думаю, что выборы будут непростые. Тот, кто победит, тогда, когда кто-то победит, после этого я и буду делать свои прогнозы. Делать эти прогнозы сейчас, занятия неблагодарные, тогда я политика, а не бизнесмен. И к тому, что при Трампе экономика тебя очень уверенно чувствует американская, если он выиграет выборы еще раз? Давайте о моем сегменте. Что такое политика? Политика – это размышлять о будущем, а экономика или бизнес – размышлять о том, что происходит сегодня. То, что касается моей индустрии. Например, сейчас в Америке действует очень благоприятный климат для тех людей, которые заходят на американский рынок в моем сегменте. А ваш сегмент? Мой сегмент – это алкоголь. Да, так вот, если хотят попасть в рынок молодые компании, то для них максимум привилегий. Это сделано для того, чтобы… Это такое антимонопольное бизнесовое решение, которое позволяет маленьким компаниям немножко противодействовать большим, насколько это возможно. То, что касается меня, условиями ведения бизнеса, я доволен. Сейчас. Что будет завтра, не знаю. В Америке? В Америке. А мы тут очень небольшие. Мы в целом третьи в индустрии в мире, но в Америке мы стартанули совсем недавно, и мы тут в значениях очень маленькие. Так вот, мне сейчас просто бороться с большими корпорациями с учетом тех рыночных механизмов, которые задействует американская правительство. Но тем не менее, если вы прогнозируете кризис в следующем году, то вы все равно к нему как-то должны готовиться. Как вы к нему готовитесь? Вы и что вы советуете другим частным бизнесменам делать? Минимальная кредитная нагрузка, это очевидно. Никаких больших крупных покупок. И максимальная оптимизация внутри всех процессов, таким образом, чтобы компания была максимально антихрупкой, максимально стрессоустойчивой. Потому что кризис – это всегда стресс. С другой стороны, если в компании в рынке нет кризиса, то его нужно придумать самому, чтобы оценить и понять вообще твою роль в индустрии. Я хочу сказать, что я уже давно работаю, и это будет не первый кризис. Думаю, что, учитывая опыт прохождения предыдущих двух кризисов, мы пройдем и этот с легкостью. Откуда может этот кризис прийти? Это торговая война между США и Китаем, например. Как вариант. То есть это может спровоцировать стать катализатором? Как вариант. Ну, это же точно нестабилизирующий фактор. Смотрите, какая чувствительная сейчас мировая экономика. Одно заявление в Твиттере может обрушить американскую биржу на 3-4% индекс Доу Джонсона. Ну, мы про Трампа, конечно. Это же чувствительная экономика. Это значит, она хрупкая. А значит, предполагать, откуда придет кризис, мы сейчас не можем. Процесс этот может быть детерминирован совершенно не рыночными или не экономическими решениями. Черные лебеди. Как вариант. Насим Талеб в этом плане гениальный футуролог. Нужно сейчас очень внимательно слушать о том, что он будет говорить и писать. Его прогнозы с высокой долей вероятностью сбываются. Это да. Но все-таки нужно же на что-то обращать внимание. На какие-то симптомы, вот так вы говорите. Какие-то сигналы. За каким сегментом лучше всего наблюдать сейчас, пристальнее всего? Я рекомендую наблюдать внутри своей индустрии, там, где ты эксперт. Очень внимательно за тем, как ведут себя крупные игроки. То есть это простая, понятная рекомендация. Если заказы, если фьючерсы уменьшатся, то это очевидно, что они к чему-то готовятся. На них же работают лучшие аналитики. Посмотрите, вот эти все здания забиты аналитиками. Это люди, которые не продают ничего, кроме прогнозов. Это люди, которые не перепродают ничего, кроме денег. Вот эти все небоскребы, они состоят из этих людей. И, конечно же, они работают на большой корпорации. Либо ты сам являешься гениальным прогнозистом или футурологом, либо ты внимательно смотришь за лидером индустрии и понимаешь, почему он сделал то или иное движение. Откуда начнется рецессия? Как думаете, США, Европа, Китай? Я уверен, что из Америки. Другие страны в меньшей степени способны повлиять на состояние мировой экономики? Я уверен, что проблемы в других странах не будут такими чувствительными для мировой экономики, как проблемы американские, а, возможно, даже внутриамериканские, я имею в виду экономические проблемы. Что касается российской экономики, как вы считаете, насколько она будет чувствительна к мировой рецессии? Понятно ведь, что российская экономика стала более автономной после 2014 года. Вот насколько легче Россия пройдет этот кризис по сравнению с кризисами 2008-2008 года? Российская экономика получила прививку. То есть в легкой форме она получила инъекцию кризиса в 2014 году и научилась с этим жить и работать. Если мы посмотрим на стаб-фонд, на золотовалютные остатки, на то, как открываются, например, новые производства, импортозамещающие, то я предполагаю, что, скорее всего, так уж получилось, санкции выступили как раз неким подготовительным этапом для того, чтобы в максимально комфортном состоянии встретить кризис. Так сложилось. Хорошо это, плохо можно оценивать позже, но это так. Поэтому думаю, что российская экономика с учетом санкций, которые были против нее введены, и с которыми она научилась бороться эффективно и работать в этих условиях, для нее кризис пройдет мягче всего. Как украинская экономика отреагирует на мировую рецессию? В украинской экономике смена команды тотальная после президентских выборов, в том числе коррекция очень серьезного экономического курса. Сегодня новое правительство вышло со своей программы, презентовало новую программу. Я внимательно ее изучил. К сожалению, не увидел в украинской программе украинского правительства ни одного дедлайна в пунктах. То есть, когда мы внутри своей компании пишем программы, то мы обязательно пишем там дедлайн. Так вот, да, в общем и целом цели позитивные, они хорошие, они привлекательные. Привлечь, например, 50 миллиардов инвестиций. Это хорошая цель. Но дедлайнов я там не увидел. Поэтому украинская экономика, к сожалению, в последнее время ее можно только с трудом назвать стабильной. А рост экономики в последнее время меньше, процент роста меньше, чем мировой. Надеюсь, что новая команда всерьез воспринимает те риски, которые несет сейчас мировая экономика для внутриукраинской ситуации. И очень надеюсь, что она знает, как с этим бороться. Во всяком случае, думаю, что знает, но не говорит. Да, но это для украинской экономики будет большим потрясением, чем, скажем, для российской, которая относительно мягко по всем прогнозам пройдет мировую рецессию. К сожалению, думаю, что стресс будет больше для украинской экономики. Что в первую очередь подвержено риску падения? Ну, экономика украинская, к сожалению, функционирует во многом благодаря заемным средствам от МВФ. МВФ требует определенные вещи от украинского экономического истеблишмента. И истеблишмент вяло сопротивляясь эти требования выполняет. И что сейчас будет требовать МВФ, я пока не понимаю. Также не понимаю, очередной транш МВФ, куда будет направлен. Если он будет направлен на инфраструктурные проекты, это одно. И если он будет направлен на то, чтобы сделать дороги и сделать транзит через Украину, это одно. На то, чтобы сделать, не знаю, железнодорожные пути новые, которые свяжут, например, прообраз шелкового пути, да, Восток с Европой. Это одни показатели, одни ковенанты. А если заем МВФ будет направлен на, в большей степени, на возвраты там уже МВФ процентов по предыдущим кредитам, то это совершенно другая история. Поэтому, ну, ситуация очень динамична. Будем ее наблюдать, но экономика, приход МВФ в любую экономику, это же приговор. То есть экономика сама не генерит нужного количества денег. И разницу между тем, что тратит страна, и тем, что она зарабатывает, вынуждена покрывать МВФ, давая недорогие кредиты. Но для Украины пришло время таких структурных изменений. Будут они или не будут, мы будем наблюдать в динамике. Еще раз повторюсь, экономика не в лучшем состоянии украинская, но перспективы есть. Да, но вы работаете не только на Украине, в Украине, в России. И вы же в развивающиеся рынки других стран тоже приходите. Казахстан, Польша, Израиль, Узбекистан, Киргизстан, страны Прибалтики, Германия, Америка. Вот где самые лучшие условия с точки ведения бизнеса для вас? В каких странах? Сравнивать условия ведения бизнеса не очень благодарное занятие. Потому что есть некий индекс экономических свобод. То есть где-то может быть легче разрешительная система, но сложнее лицензирование. А где-то могут быть удобные условия для производства, но сложнее администрируются акцизы. А где-то может быть ниже НДС, но где-то может быть лучше налог на выведенный капитал и на дивиденды. То есть по-разному функционируют экономики. Поэтому я считаю, что не дело бизнесмена оценивать климат. Если тебя не устраивает климат в стране, не заходи туда и не работай. Слушай, деловой климат вы имеете в виду? Нет, климат разрешительной системы. Вот ландшафт бизнеса в смысле взаимоотношений и соприкосновений с государством. Если ты находишься внутри страны, то, наверное, если ты не отсюда родом, то, наверное, ее не нужно критиковать. Если тебя не устраивает тут ведение бизнеса, не веди тут бизнес. Если ты пришел в чужую страну, и ты гость или экономический эмигрант, как в моем случае это выглядит, то, пожалуйста, бери те правила игры, которые тут есть, играй по ним и старайся стать тут успешным. Ну вот какие правила игры, к чьей стране вам наиболее близки и комфортны для ведения бизнеса? По всем параметрам. Нет однозначного лидера. То есть мы же с вами разделяем, что где я живу как личность, и где мне комфортнее заниматься своими дивидендами, либо комфортнее платить акциз, либо получать лицензию, либо заниматься производством. У нас, например, есть производство в Азербайджане. Хорошая страна, хорошая юрисдикция, хорошо относится к инвесторам, но рынок небольшой. А есть у нас, например, производство в Хьюстоне, штат Техас. Огромный штат, хорошее производство, высокий уровень специалистов. Но есть определенные проблемы организационного характера с тем, что мы пока еще не в полной мере понимаем культуру производства, культуру взаимоотношений между бизнесменами. Мы этому пока только учимся. Поэтому я свой вывод о том, где легче, лучше вести бизнес, смогу сделать приблизительно через 5 лет. А в какой стране прибыль для вашей компании выше? Я только могу сказать, что с учетом того, что мы исторически с Украины, по состоянию на сейчас, с учетом нестабильности, которая там из года в год повторяется, мы 85% прибыли и оборота сосредоточили за пределами Украины. То есть я за диверсификацию. Я считаю, что если твой бизнес существует в одной стране, то это значит, что у тебя нет бизнеса. Ты должен быть настолько диверсифицирован по разным юрисдикциям, чтобы в случае, в том числе и кризиса, в отдельно взятой стране, либо в экономике мировой в целом, иметь возможность выбора. Но тем не менее, вы же можете, вы же оперируете цифрами, вы можете назвать, в какой из стран ваша прибыль выше? В зависимости от реализации. Все очень просто. Смотрите, я понимаю, что вы хотите услышать, но вы от меня это не услышите. Давайте так, я понимаю, что вы хотите, но я этого не скажу, потому что это будет некомпетентно. То есть мы же должны давать мое мнение людям, которые завтра с этим мнением что-то сделают, как-то конвертируют его во внутреннее решение в своих компаниях. Так вот, если взять единицу, реализацию единицы продукции на количество людей, это одна метрика. Если взять реализацию из одного аккаунта, то есть из одного магазина, это другая метрика. Если взять стоимость логистики и транзактные издержки на, и операционные издержки, стоимость процессинга, то это другая метрика. Поэтому совокупность метрик дает понимание того, что нужно просто диверсифицироваться, работать в разных странах. Вот, допустим, я начинающий предприниматель и тоже занимаюсь алкоголем, как и вы. Вы бы мне посоветовали, в какую страну, если мы говорим о том, что я хочу где-то еще открыть свой бизнес, вы бы мне посоветовали, в какой стране это делать, если я сама работаю и живу в России? Давайте посчитаем простым математическим подсчетом, где больше всего людей. Китая. Инвестируйте в Китай. И инвестируйте в ту юрисдикцию, откуда вы родом, потому что вы там дома и все знаете. Инвестируйте. Вы родом из России, инвестируйте в Россию, инвестируйте в Китай, как самый перспективный рынок. То есть вы инвестируете в Украину? В зависимости от количества людей. В том числе, да, мой бизнес работает в Украине, и я плачу налоги. Просто я уменьшил в структуре прибыли количество реализуемой продукции в Украине. Но не потому, что уменьшил в натуральном выражении внутри. А, к сожалению, в Украине существует огромная проблема с оттоком трудовых ресурсов. И я не хочу называть шокирующие цифры, но за последние 4 или 5 лет там по индексу хлеба, знаете, когда вы считаете, сколько человек купил хлеба, там просто какие-то огромные миллионы людей уехали просто из страны, став фактически экономическими мигрантами. Уехали в том числе в Россию, уехали на заработки, уехали в том числе в Америку, в Канаду, в Польшу, Вы себя тоже называете экономическим мигрантом? Я экономический мигрант. Когда в Украине началась вот эта проблема, я понял, что в стратегии, ну, в общем-то, это был и такой совет, от которого нельзя отказаться, членов совета директоров. У нас хоть и частная компания, но у нас есть совет директоров. И был совершенно четкий совет и стратегия на то, чтобы диверсифицировать максимально бизнес, чтобы быть максимально антикрупкими. И быть готовым в том числе не только к украинским кризисам, но и к мировым. Поэтому мы диверсифицировались максимально. И на сегодняшний момент в более чем 70 странах есть наша продукция. С приходом Зеленского наверняка что-то изменится, даже с точки зрения ведения бизнеса в Украине. Не было у Вас планов, может быть, вернуться в страну? Я далек от политики максимально. Но оставляю за собой право, как человек, платящий налоги в Украине, критиковать экономические решения, если они будут сделаны не в интересах бизнеса. Например, то, что произошло сейчас, я вот в Фейсбуке за час до нашей встречи прилетел из Чикаго и читал внимательно программу правительства. Там происходит, к сожалению, сейчас фискализация малого бизнеса. То есть малый бизнес обязали, либо собираются это сделать в ближайшее время, все транзакции финансовые проводить через кассовые аппараты. Конечно, малый бизнес недоволен, потому что на фоне того, что уезжают люди, не очень быстро, как хотелось бы, растет средний чек, еще и фискализируется работа максимально. Знакомая ситуация. А, например, на этом фоне существует государственный концерн «Укрспирт», который максимально коррумпирован, и который, являясь государственной монополией, тем не менее, не решает главную задачу, для которой создаются государственные монополии, это поставки контрафактного спирта. То есть в Украине не проблема купить контрафактный спирт производства «Укрспирта». Но, тем не менее, фискализируют законодательство для малого бизнеса. Я в Фейсбуке написал пост и сказал, что фискализация, по идее, даст там сколько-то миллиардов, но приватизация «Укрспирта», наведение порядка в «Укрспирте» даст миллиардов два или три раза больше. Так, может быть, обратить свое внимание на государственное предприятие, на которое вы имеете непосредственное влияние, написал я. Чем фискализировать законодательство для миллионов и миллионов малых предпринимателей. Ну вот сейчас посмотрим, какая будет реакция у этого поста. Он очень резонансный, там большое количество лайков и перепостов, потому что действительно люди это ждут. Я не могу давать в целом прогнозы, как там будет. Я просто очень хочу, чтобы новая команда была меньше похожа на предыдущую. Я думаю, что этого хотят все. Которая заменяла реформы вот такими абсолютно неадекватными в том числе и социальными действиями. Будем наблюдать, как говорится. Женя, какие есть точки роста у бизнеса в условиях замедления мировой экономики? Что делать компания? Кризис, время покупать. Это очевидно. Покупай, когда все продают, продавай, когда все покупают. Первый тезис, второй тезис. В Big Money это проект у бизнесменов, который выходит на РТВИА, Василий Хмельницкий, украинский бизнесмен, сказал, как мне кажется, гениальную фразу. Все думают, что сейчас будет кризис, но на самом деле это давно уже не кризис, просто так мы теперь будем жить всегда. Новая реальность. Новая реальность. Фактически, новая реальность это высокострессовая экономика, очень турбулентная, в которой большое очень количество рисков, в которой любой предприниматель должен научиться существовать. То есть первое правило, нет никаких правил. Кризис может произойти в любую секунду, точно так же, как и рецессия может произойти в любую секунду, точно так же, как обрушение акций, кросс-курсы могут как-то не так. И достаточно резко и болезненно. И болезненно. Как это бывает. Поэтому нужно быть просто всегда в тонусе, нужно быть ежесекундно готовым. Что для меня готовность к компании к кризису? Я считаю, что внутри все должно быть прописано и просчитано таким образом, чтобы с запасом проходить любое падение продаж приблизительно на 50%. Готовность и антихрупкость моей компании в том, что я должен быть максимально готов, если продажи упадут больше, чем на 50%. Вот если я готов, если у меня без лишнего балласта компания максимально готова к кризису, если процессы внутри компании прочищены таким образом, что нет ничего лишнего, если у меня все кредиты в рынках, в национальных валютах, потому что девальвация же будет, это очевидно. Вот мы с вами, кстати, если смотрим, IBM на 2,33% вырос. Это самое главное фактическое табло, показательнее. Доу Джонсон плюс 0,82, в общем, JP Morgan сегодня минус 0,05. Прямо сейчас происходит падение акций. Макдональдс плюс 1,5%. Люди будут есть всегда. То сейчас, конечно, в смысле инвестиций, конечно, наверное, Макдональдс и такие простые аналоговые компании нужнее, чем техно-стартапы. Потому что люди будут есть, уверен, есть, и одеваться они будут всегда. То есть, по-моему, Уоррен Баффетт сказал, что я буду инвестировать в Кока-Колу, потому что какой бы тяжести ни был кризис, человек всегда найдет доллар для того, чтобы выпить сладкий, вкусный напиток. Но как же высокотехнологичный сектор? Высокотехнологичный сектор, скорее всего, просядет в первую очередь. Во время кризиса? Уверен. А что еще просядет? Думаю, что любая компания без зафиксированной сегодня операционной прибыли максимально подвержена риску падения акций. Я по секторам имею в виду. А где у нас надут максимально пузырь? Это финтех. Финтехи. То есть, все вот эти вот стартапы, которые не отрабатывают кассовые разрывы собственной прибыли, подвержены риску больше всего. Когда вы говорите «у нас», «у нас это где?» У нас в мире. А у нас в мире. Мир превратился в большую цифровую деревню. Смотрите, прохождение информации мгновенное, видеоконтент работает немедленно, перепосты идут очень быстро. То есть, неважно, откуда человек выходит. Каждый человек превратился в средство массовой информации. Абсолютно. И всем понятно тенденции завтрашнего дня. Поэтому, ну, думаю, что у нас это в мире сейчас настолько интегрирована друг в друга экономика разных стран, что, скорее всего, невозможен кризис в отдельно взятой стране, как и раньше коммунизм. Все глобально, конечно, все связано. Вы прошли не один кризис, насколько я знаю. Их было несколько. Вы выплыли, что называется. Главные советы людям, которые, может быть, впервые оказываются в кризисе. Что делать? Вот топ-менеджментом. У меня классный кейс есть про кризис 2008 года. Прямо перед кризисом я взял кредит в долларах у одного большого мирового системного банка на покупку актива. Кризис произошел в августе 2008 года, а деньги ко мне на счет зашли в июне этого же года. То есть, как только я совершил покупку, через полтора месяца после контрактования произошел глобальный кризис. Было очень тяжело, безусловно, крайне тяжело. И я фактически находился в состоянии технического дефолта. И что сделал я? Я поехал к этим банкирам и сказал, у меня есть стратегия, я знаю, куда идти. Вот где я вижу оптимизацию внутри компании. Да, какое-то количество брендов, людей мне придется сократить. Но вот где я вижу точку роста своей компании, вот где я вижу точку выхода. Поэтому, если мы с вами договоримся о том, что вы мне реструктуризируете мой кредит, то есть продлите срок его выплаты, то я вам выплачу его точно в срок, исходя из вновь утвержденных с вами договоренностей. Не все банки пошли бы на это? Мой банк не пошел на это. Тогда я сказал, если вы не пойдете на это, я привез вам такие символические ключи от предприятия, я сказал, лучше, чем я, мой бизнес не понимает никто. Поэтому, либо вот вам ключ, попробуйте поруководить моим предприятием, либо второй вариант, доверьте это мне, дайте мне новые сроки, и я все честно выполню. Я реструктуризированный кредит погасил на год раньше. Теперь у меня с этим банком очень хорошее взаимоотношение. Они всегда меня приводят в пример, как предприятие, которое пообещало, и находясь в тот момент, у меня было соотношение беды к долгу больше 10. Это жуткий показатель. То есть предприятия с высокой долей вероятностью с такими метриками не выживают. Но тем не менее, когда я нарисовал глобальную стратегию на 5 лет, когда я пояснил, где и за счет чего я собираюсь расти, когда я объяснил первые мои шаги завтра в 9 утра, если этот план будет утвержден внутри своей компании, как я буду находиться в тонусе и с максимальной скоростью двигаться вперед, были ими приняты. И в результате я получил реструктуризацию. Предприятие вышло из кризиса, увеличив свои обороты в два раза. В два раза. И выполнив полностью все обязательства, которые я взял Я точно знал, когда вы писали этот бизнес-план, вы точно знали, что он сработает? Или это был тоже риск такой с вашей стороны? Я точно знал, что мне нужно бороться, потому что если я сдамся, будет еще хуже. Поэтому, конечно, кейс был такой очень энергозатратный, для меня очень стрессовый. Но, с другой стороны, когда я приехал в Лондон на переговоры с банкирами, то, поскольку переговоры шли в несколько этапов, в несколько раундов, то у них в офисе я встретил достаточно большое количество знакомых мне лиц, очень печальных, которые готовились, в том числе, из моей индустрии, которые не смогли договориться и предложить стратегию, и в процессе переговоров прямо заявили о своем банкротстве. Ну, вот смотрите, имея за спиной такое количество успешных выходов из кризисов, что вы все-таки совет, ваши главные, основные советы SEO-компании? Помните, у Жванецкого комара забросить сложнее всего. Он очень легкий. Компания должна быть максимально легкой. То есть структура должна быть плоская, управленческая максимально, насколько это возможно, не больше, чем 4 уровня. Что это значит? А это значит меньшее количество людей, это значит большая эффективность процессов, это значит юнит-экономика просчитанная досконально, когда в каждом кейсе продукции ты точно понимаешь свою прибыль. Это значит отсутствие инвестиционных проектов на этот короткий период, на ближайшие года-два, никаких инвестиционных убыточных проектов, никакой борьбы за рынок, никакой атаки. Как только начнется все, определятся жертвы этого кризиса, тогда можно атаковать их сегменты. Но в кризис нужно входить максимально легким, максимально оптимизированным, максимально хрупким, посещать его во всеоружии. Потому что для кого-то кризис – это проблема, а для тех, кто вошел к нему в полной боевую готовность, это возможность. Для меня кризис – возможность. Это очень здорово. Но какие косты резать в первую очередь, если все-таки вошел не на максимальной легкости? В моем случае – маркетинговая. Потому что сейчас, даже не в кризис, доля промо-зависимого потребителя, например, даже в Америке, составляет приблизительно 40-45%. То есть потребитель, который приходит за промо, ему не так важен бренд. Вернее, ему важен бренд, но он менее важен, чем ценовая акция в супермаркете. Поэтому ориентироваться все-таки и понимать, что доля промо-зависимого потребителя, если это касается FMCG, поднимется в момент кризиса многократно. То есть она может вырасти в 2-3, может вырасти до 95%, может до 100%. Ориентироваться, уходить от трейд-маркетинга, косты резать в первую очередь, это совершенно очевидно. Уходить от всех затратных, сложных конструкций внутри бизнеса. То есть архитектуру бизнеса выстроить таким образом, чтобы она была максимально стрессоустойчива и готова к землетрясению. Но это нужно всегда в таком состоянии находиться? Или все-таки уже когда ты чувствуешь, что вот-вот наступит кризис? Безусловно, всегда. То есть атаку рынка нужно выбирать в самый стабильный период. То есть тогда, когда ты хочешь побороться за показатели компании в натуральном выражении, ты можешь в какой-то момент пожертвовать прибылью. Потому что атак рынка без потерь в марже не бывает. Но в кризис это недопустимо. Но с другой стороны, нужно быть максимально готовым, как только начнется кризис, через 3-4 месяца определятся те, кто уйдут с рынка. Они освобождают целые сегменты экономики. Туда в этот момент и нужно идти, потому что новые драйверы роста в этом сегменте будут сформированы через 3-4 месяца после начала кризиса. Это я и скажу из опыта предыдущего. Вот вы сказали, что для вас кризис это время возможностей. Что это значит? Что вы можете купить что-то? Конечно. Что еще? За цену, которая еще вчера казалась невозможной. Во-первых. Во-вторых, вы можете приобрести классных специалистов. То есть компании, когда начинают банкротиться, а мы такое наблюдали в 2008 году, гениальные суперспециалисты, которые вчера стоили одних денег, сегодня стоят в 2-3 раза дешевле. В это время формировать в том числе и новую команду. Это время в том числе покупать своих конкурентов. Это время в том числе очень выгодного, льготного, я бы даже сказал, кредитования, потому что в этот момент хорошего заемщика банком найти крайне сложно. Значит, соответственно, тебе нужно быть настолько репутационно, экономически, финансово безупречным, чтобы банк сам искал тебя и пытался выдать тебе длинный кредит. Это время, не знаю, синдицированных кредитов, например, между разными банками и компаниями для покупки новых игроков рынка, которые не были готовы к кризису. Кризис – это время возможностей. Еще один из важных символов Wall Street – бык. И, конечно, надо поговорить о валютных курсах. Что будет с рублем, с долларом, с евро в случае наступления глобальной мировой рецессии? И насколько могут эти валюты обесцениться? – Все взаимосвязано, мы это уже обсудили. Кросс-курсы примерно, как бы ни падали основные валюты, примерно, как мне кажется, будут соблюдены. Пропорция будет та же. Думаю, что обесценивание локальных валют будет зависеть от готовности экономики кризиса. Но, думаю, колебания в 1-2-3% будут не так заметны. Думаю, что соотношение примерно сохранится. – Во что вложить? Какую валюту покупать? – Думаю, что могу повторить только рекомендации моего инвестбанкира. Это максимально, насколько это возможно, диверсифицировать между ресурсными вложениями и валютными вложениями. Золото – неплохая гавань, в том числе, в портфеле. Ну, драгметаллы имею в виду. Валюты разные, в том числе, а юаней нужно забывать. – Ну, давайте про вас. Вот в вашем личном портфеле как между валютами вы его диверсифицируете? – 10% доллар, 10% евро. – Всего 10? – Да, 10% евро. – Остальное? – Все остальное, как я считаю, должно максимально работать. То есть максимально сейчас я кредитую собственные бизнесы собственными средствами, то есть замещаю кредитные ресурсы с собственными инвесторскими вливаниями, инъекциями. Насколько они краткосрочны будут, пока не знаю, но действую я именно таким образом, чтобы практически до нуля снизить долговую нагрузку в собственных предприятиях. Хочу войти в кризис максимально свободным от кредитных обязательств, сторонних. Считаю также, что неплохая инвестиция – это золото, если взять длинную историю пятилетнего инвестирования, то в целом это достаточно позитивный тренд. Ну и, конечно, акции аналоговых, как я их называю, голубых фишек. Это Кока-Кола, Макдональдс и так далее. Мы говорим про американский фондовый рынок, да? В том числе, да. В том числе. Если мы говорим о рынке бывшего СНГ, так называемого, то я бы частично, конечно, заходил бы в ресурсные компании, надеюсь, что они упадут меньше всего, но это не точно. Ресурсные компании, вы имеете в виду все, что связано с сырьем? С сырьем. Какие-то конкретные рекомендации могли бы дать? Вот что покупать? Дело неблагодарное. Я понимаю, но тем не менее. Помните гениальную фразу известного биржевого аналитика? Люблю консультировать людей, особенно если это глупые, богатые люди. Я не хочу... Бывают глупые, богатые? Да, да. Очень часто, по мнению биржевых аналитиков. Ну, то есть, богатые они сейчас, а глупые там, после того, как инвестируют куда-то, куда им посоветуют, а прибыли они не увидят. Поэтому я... Вот каждый... Это дело очень индивидуальное. Я бы получал информацию из разных источников, анализировал ее и принимал бы самостоятельное решение. Потому что нужно еще внимательно смотреть, ангажированный человек, дающий совет. Ну, это понятно. Вот вы сказали, что 10% евро, 10% долларов у вас находятся, а валюты развивающихся странно в каком соотношении? Руболь, гривна? Не рискую заходить в эти валюты больше, чем на 5%. То есть, конечно, там должно быть... И там ведутся бизнесы, но это и есть, собственно, моя диверсификация и моя инвестиция. Вот максимально точно уверен, что нужно снизить кредитную нагрузку. Для золота, для того, чтобы покупать золото в портфель частному инвестору, сейчас удачное время? Если только оно было до этого. Это очевидно. То есть, если инвестиция... Я вообще не рассматриваю краткосрочные инвестиции. То есть, делать сейчас какие-нибудь судорожные движения перед началом кризиса вообще никому не рекомендую. И это... Да это и бессмысленно. То есть, нужно просто продолжать ту стратегию, в моем случае, которая мной была избрана там 2-3 года назад. Я ее просто продолжу. А моя стратегия максимально облегченная структура внутренней компании, минимальная зависимость от кредитных ресурсов, все кредиты, которые останутся, только в национальных валютах, соотношение экспортных операций к импортным должно быть... То есть, если ты продаешь за гривну, то ты, соответственно, должен иметь кредит в гривне ровно под эту структуру продаж. Я не буду делать сейчас никаких радикальных изменений в той стратегии, которую я избрал 2-3 года назад. Хорошо. Что касается нефти, тоже такая важная тема. Вот нефть сейчас уже растеряла все, что приобрела после атаки на саудовские нефтяные объекты. Что дальше? Вы что хотите у меня спросить? Будут ли еще атаки? Я не знаю. Нет, будет ли еще рост цен на нефть или будет только падение? Это зависит от огромного просто количества факторов. Как показала последняя история, рынок нефти невероятно чувствителен к любым внешним воздействиям. Вот то, что показала эта атака. Как будет дальше развиваться ситуация? Я не знаю. Это было серьезное воздействие. Но то, что есть игроки, заинтересованные в росте цен на нефть, это совершенно очевидно. А то, что рынок нефти не защищен от внешних воздействий, тоже очевидно. Поэтому я бы назвал любые сделки с нефтью спекулятивными. Ну, поскольку вы советуете все-таки приобретать акции нефтяных компаний, то... В том числе частично диверсифицироваться внутри портфеля. Да, в долгосрочной перспективе наверняка нефть подорожает. Это очевидно. А долгосрочная это сколько? Мы считаем, любая долгосрочная от двух лет. Что делать частному инвестору? Если представим, что рецессия наступит уже в ближайшее время, во что вложить, если у тебя есть 10-20 тысяч долларов, можно ли сберечь свои активы? Цифра немножко оскорбительная. Да, я понимаю. Окей прокомментирует. Если есть 10 тысяч долларов, лучше их превратить в наличные и сложить в надежном месте. Ну, в долларах, в евро, или, как вы сказали, половина? 50 на 50, например. Можно сделать 30% доллара, 30% евро, 30% золота, а остальное опустить в бизнес. Это очень индивидуальная вещь. Я не беру на себя смелость давать прогнозы, чтобы человек, который их послушает и воспримет буквально, не стал беднее. Я могу в этом смысле говорить, как сделал я и об этом откровенно рассказал. Думаю, что нас ожидают непростые, но очень интересные времена. Все, кто с характером, с коммуникационным интеллектом, с торговым интеллектом, с пониманием того, куда в целом движется мир, отдельные рынки, он из этого кризиса выйдет в более сильном и уверенном состоянии. Но, когда ты смотришь на море, оно спокойное. Но смотреть же на него неинтересно, как дождит. Правильно? Но все всегда привыкли радоваться шторм, ветру. Вот сейчас наступают такие времена в рынке. Ну и хорошо. Ну и в заключении давайте поговорим про ваш проект Big Money. Это YouTube канал. И для вас это такой первый опыт. До этого у вас не было YouTube канала. У меня вообще не было видеоконтента. Да. До этого. Получаете ли вы прибыль от этого проекта? Потому что у вас там миллионы подписчиков. Ну у вас, по крайней мере, миллионы просмотров. Он пока что не капитализирован. Он родился достаточно спонтанно, что не характерно для бизнесмена. Я посмотрел контент, который есть в YouTube и понял, что о бизнесе нет практически ничего. То есть методологические рекомендации, как вести бизнес от операционных бизнесменов, которые ведут бизнес прямо сейчас, оформленных в удобную подачу, практически нет. Поэтому я подумал, что это будет интересно, но уж точно не ожидал такого количества подписчиков и просмотров. То есть для вас это не было изначально и сейчас не является бизнес-проектом? Это больше хобби? Ну, с учетом дохода в моем основном бизнесе это никогда, наверное, не станет основным бизнес-проектом. Но это такой фэн, не знаю, назовите это, не знаю, рефератной работой. Это факультатив такой мой, когда с бизнесменами высокого уровня, которые прямо сейчас занимаются операционным бизнесом, разговариваю на темы того, какие стратегии избрать, какие кредиты брать, какие инвестиции делать, насколько эффективны инвестиции в образование собственных детей, как заработан первый миллион и так далее. Все это сложилось некий проект, который, честно говоря, просмотрами убедил, удивил даже меня, потому что я предполагал, что это может быть будет 10 тысяч просмотров. Это фактически два крупных бизнесмена беседуют, а зритель приоткрыл дверь и внимательно их слушает. Мы никогда не гримируемся перед этим. У нас нет сценария, у нас нет никакой цензуры, у нас нет практически монтажа, то есть мы снимаем все одним кирпичом. Если бизнесмен оговорился, то это так и останется в истории, значит, он такой. Если он сказал какую-то гениальную вещь, то значит, он ее сказал и это круто, здорово. Если у него за это время появились единомышленники, отлично. Если его хейтят, то мы об этом, честно скажем, мы будем наблюдать это в комментариях, потому что YouTube это максимально открытая площадка для того, чтобы высказывать свое мнение. Если передача зашла, у нее будет миллион перепостов. Вся лента бывает в Facebook в какой-нибудь цитате из Big Money какого-нибудь там крупного бизнесмена. Не знаю, вот с Чичваркиным был, например, резонансный очень в Лондоне разговор с Ириной Хакамадой. Несмотря на то, что кто-то думал, что она не очень бизнесовый человек, оказалось, что она в частном порядке консультирует ведущие компании с огромными многомиллиардными оборотами. Она говорила такое количество мудростей за единицу времени передачи, что она там к миллиону уже приближается количество просмотров. Ну, понятно, Ксения Собчак яркий бизнесмен, которая сделала себя сама. Тоже с ней была удивительная передача. Много очень украинских предпринимателей. Александр Конотопский это технокомпания, которая занимается, например, охранными системами. И Юрий Косюк это мультимиллиардер, занимающийся... Ну, их было, да, много достаточно. Для вас это пока только вложение? Вы пока только инвестируете в этот проект или вы все равно что-то с этого получаете? Инвестициями, исходя из сумм назвать это сложно, но... А какую сумму вы тратите на программу? Она вас огорчит и не просто удивит, она вас огорчит. С учетом того, какие суммы тратит, например, телевидение на съемку программы. На сколько? Ну, я думаю, это до 2000 долларов. До 2000 долларов. То есть вы не платите гостям, чтобы они пришли? Нет, я борюсь с тем, чтобы гости не платили мне, чтобы попасть ко мне в передачу. Это первое. Второе. Человек, который у меня занимается проектом, он один. Камеры всегда на подряде в разных частях мира, потому что мы снимаем... Хакамаду снимали в Москве. Ну, в разных, да. Да, Косюка снимали в Киеве. Кого-то снимали в Нью-Йорке. Вчера в Майами снимали известного очень ресторатора Борисова. А вчера в Чикаго снимали еще одного бизнесмена. То есть мы берем подряд. И один человек, который занимается организационными вещами, за продвижение я принципиально не плачу. Те просмотры, которые есть, это чистая органика. Круто. До 2000 долларов съемка передачи. Это очень здорово. Есть намерение продолжать дальше, и потом как-то это все-таки капитализировать? Формат зашел. Капитализации пока не вижу. Если не придет какой-нибудь айфон и не скажет, снимайте нас на айфон и отрекламируйте внутри программы, мы за это заплатим. На мелкие рекламные компании точно разменяться не буду. Если придет какой-нибудь мировой гигант и сделает предложение, от которого не смогу отказаться, то, наверное, это сделаю, но не как предприниматель Евгений Черняк, а как блогер Евгений Черняк. А теперь я вас спрошу как предпринимателя Евгения Черняка. Вот вы обладатель большого состояния. Все-таки ваши советы с точки зрения инвестиций для частного лица? Во-первых, инвестировать нужно только то, что не понадобится собственному бизнесу. Во-вторых, переходить от инвестиций в то, что делаю я, в другие бизнесы нужно в тот момент, когда твой основной бизнес генерирует достаточную маржу для того, чтобы изъять ее оттуда безболезненно и инвестировать в другие направления. То, что делаю я, я аналоговый бизнесмен и бизнес у меня аналоговый. Значит, соответственно, я инвестирую в любой диджитал проект. Насколько это возможно, там, где я могу выступать в роли так называемого диванного инвестора, либо быть просто в совете директоров, но не заниматься операционно этим проектом. И еще я стараюсь, и пока что у меня получается, у меня сын успешный бизнесмен, успешный инвестор. Я во все проекты захожу с ним приблизительно 50 на 50, но у нас есть отдельные проекты, и у него, и у меня, где у нас нет пересечения в инвестициях. Но в основном мы заходим вместе. Я еще считаю, что нужно инвестировать в те бизнесы, в которых твои ключевые навыки или компетенции не развиты максимально для того, чтобы быть там операционным бизнесменом. То есть в свой сегмент рынка я буду инвестировать, только покупая конкурентов. Если у меня пока нет объекта для покупки, я буду изымать скопившуюся прибыль и инвестировать в любые диджитал направления, где мои навыки не позволяют быть успешным операционным менеджером. То есть я стараюсь, чтобы мои инвестиционные деньги для их получателей были смарт-мани. То есть, чтобы я еще мог, работая в совете, в арде этой компании, давать ценные советы, как, не знаю, стратег в этом бизнесе. Ну и коротко ваш прогноз на 2020 год, что будет с мировой экономикой. Еще раз такие выводы. Ждем кризис. Надеемся, что он не наступит. Внимательно относимся к симптомам. Каждый шорох внимательно слушаем, потому что люди, которые напуганы кризисом, каждый шорох мировой экономики воспринимают как начало кризиса. Поэтому мы должны быть внимательны, но не забываем о операционной прибыли. Считаю, что любой бизнес, а и в момент ожидания кризиса вдвойне, должен быть операционно успешным. Чем я, собственно говоря, каждый день занимаюсь. Вам удачи. Спасибо. Спасибо большое.